Добрый день, дорогие друзья! Спасибо, что заглянули в гости. Для тех, кто сделал это впервые, меня зовут Алла. Друзья мои, сегодня речь пойдет об антивозрастном уходе. Очень серьезном уходе, потому что средства нереально эффективно работают на возрастной коже. Но при этом за достаточно символические деньги их можно купить. Эти средства, о которых я вам сегодня расскажу, сразу же хочу предупредить, мне никто их не присылал на обзор. Я их купила сама, но, естественно, мнение я буду высказывать исключительно свое личное, субъективное. Поэтому, если интересно, оставайтесь. Вот, собственно, эти два крема. Видите, да? Достаточно невзрачные, на первый взгляд, упаковки. Но, однако, это никак не влияет на качество товара, поверьте. Первый крем – это плацентарный гель. И он интересен тем, что в его состав входит, ну, скажем так, совсем необычный компонент. Об этом чуть позже. И второй – это третинаин. Тот, кто пользовался косметикой с ретинолами, должен понимать, о чем я сейчас говорю. Так, и начну я, пожалуй, вот именно с третинаина. Видите, вот такая невзрачная упаковочка, алюминиевая туба, как медицинское средство. Потому что, действительно, очень активное вещество содержится здесь. Кто не знает, что такое третинаин, объясняю. Это природный ретиноид. Значит, это, как бы, конечный продукт трансформации ретинола у нас на коже. Еще иначе третинаин называют трансретиноевая кислота. То есть, когда ретинол, вы, наверняка, многие из вас знаете, что такое ретинол, это витамин А, грубо говоря. Когда ретинол попадает в составе косметических продуктов там на коже, он проходит ряд трансформаций. И в итоге превращается вот в эту трансретиноевую кислоту, которая уже и начинает работать, бороться с возрастными изменениями, т.д. и т.п. Так вот, третинаин – это именно такая самая сильная форма, самая эффективная форма из природных ретиноидов, которая начинает работать сразу же. Как работает трансретиноевая кислота? Она очень быстро проникает в глубокие слои нашей кожи. То есть, она работает не на поверхности, а, поверьте, как бы вы, если почитаете даже какие-то очерки, статьи специалистов, косметологов, вы найдете подтверждение моим словам. За счет того, что она является жиростворимой, имеет очень маленькие молекулы. За счет этого она проникает в глубокие слои нашей кожи и буквально заставляет наши клетки работать активно. То есть, наши клетки начинают очень активно обновляться, очень активно начинают они вырабатывать собственный коллаген, эластин, гиалуронную кислоту. То есть, кожа наша становится заметно плотнее, выравнивается тон. То есть, вот этот третиноин, он прекрасно борется с такими, знаете, проблемами, даже вот как пигментация, какие-то мелкие морщинки. То есть, все признаки фотостарения, если они есть, а они, как правило, у нас у всех есть после определенного возраста, они очень быстро с помощью вот этого средства стираются. То есть, я не могу сказать, что вот этот третиноин, он поможет подтянуть овал лица или там как-то убрать отечность или там победить брыль или второй подбородок, да, нет. Но качество кожи, оно заметно улучшается буквально на глазах. Я этот крем использую уже третью неделю. Если честно, у меня с ретинолами никогда опыта никакого не было. Не было у меня косметики, я как-то обходила стороной, боялась. И вот не знаю, что меня сподвигло на такой подвиг. Я решила, что осень и все-таки возраст. И думаю, раз я не предпринимаю никаких других, не провожу косметических процедур по обновлению своей кожи, значит, надо помогать как-то самостоятельно. Посоветовалась с приятельницами, почитала информацию и вот остановила свой выбор именно на третиноине. Но вы знаете, видимо, вот моя самонадеятельность, самонадеянность, она меня вот чуть не привела к плачевному результату, потому что я решила, ну, третиноин и третиноин, подумаешь, ретиноид. Я же использовала кремы с кислотами, у меня очень много разных было вот таких кремов. И я начала использовать этот крем ежедневно. То есть я его купила впервые в жизни и начала наносить его каждый вечер. И вы знаете, на третий день я пожалела об этом, потому что у меня началось жутчайшее шелушение. То есть у меня реально такой, знаете, эффект отшелушивания пошел по лицу. Но, слава богу, не по всему, а только почему-то именно вот вокруг губ. Слушайте, я так перепугалась, конечно, и отложила на некоторое время. То есть я, наверное, дня три и четыре не пользовалась. Шелушение прошло, кожа обновилась. И после этого я вернулась к нему, только теперь я его уже использую по другой схеме. И вам советую, если вы решите применить вот этот третиноин в своем уходе, значит, начинать надо хотя бы, ну, два раза в неделю, не чаще. Первые, хотя бы вот первую неделю сделать вот такую процедуру два раза. Значит, это по своей конституции такой, как жиденький кремик. И достаточно совсем чуть-чуть нанести точечно, а потом уже распределить по всему лицу. Конечно, на области губ, под глаза наносить ни в коем случае нельзя. У меня не было никаких неприятных ощущений при нанесении. У меня не было покраснений, у меня не было жжения. Нет. У меня просто пошло фактически обновление кожи, потому что очень активная. Ну, нельзя, нельзя. Если никогда не использовал косметику с таким сильным компонентом, значит, надо постепенно входить в такой уход. Сейчас я уже наношу четыре раза в неделю у меня получается. И, в принципе, результат меня устраивает. Также, что я еще хочу сказать. Значит, вот этот третиноин, он бывает разной дозировки. Вот у меня самая маленькая 0,025%. Дальше идет 0,5, 0,1. Значит, начинать, если никогда не пользовались, лучше всего, естественно, не лучше всего, а необходимо с самой маленькой дозировки. Вот 0,025. Меня, я говорю честно, очень устраивает эффект. Мне очень понравилось, как работает третиноин на моей коже. Я чувствую результат, хотя использую, еще раз говорю, меньше месяца, чуть меньше месяца. Кожа реально стала плотнее. Цвет лица прям такой, знаете, вот совсем свежачок. И пигментация, которая летом у меня сейчас расцвела, как это происходит, собственно, каждое лето, я боюсь этого периода, она у меня, ну, на 50% точно стала менее заметной. Вот просто какие-то чудеса. Так что, девочки, от души рекомендую, присмотритесь. Вот такой крем. Да, это индийский крем. Это производство Индия. Производит фармацевтическая компания. Бояться совершенно не стоит. И стоимость у него, вы знаете, ну, что-то около 500 рублей, по-моему. Не дороже. И хватит его, поскольку надо использовать его совсем чуть-чуть, надолго. Так что вот, третиноин, средство для омоложения, как нельзя лучше. Ну, и второй крем, о котором тоже сегодня хочу вам обязательно рассказать. Это плацентарный гель. Значит, тоже производство Индии. Значит, девочки, сюда входит в состав, на секундочку, человеческая плацента. Да. То есть, она входит, конечно, в микроскопической дозе, но, понимаете, как бы вот, однако, никуда от этого не денешься. Ну, по крайней мере, так заявляет производитель. Производит этот крем также фармацевтическая компания. Значит, на тюбике у нас здесь все написано. Во-первых, ну, что все, естественно, очищено. Все прошло правильную, так сказать, нужную обработку. И вот основные два ингредиента, которые сюда входят, это плацента и азот. Значит, как работает этот гель? Вообще, изначально в Индии его изначально придумали для лечения различных воспалительных моментов на коже. Но со временем женщины, которые применяли этот гель, значит, начали замечать, что он обладает еще шикарным омолаживающим воздействием. Сюда входит огромное количество аминокислот, витаминов, коллагена. И как работает этот гель? Он, опять же, прекрасно регенерирует нам кожу. Он ее обновляет, он ее подлечивает, помогает восстанавливаться клеткам. И вот почему я применяю в тандеме эти два крема, значит, вы уже, наверное, догадались. Потому что все-таки третинаин – это агрессивное такое воздействие идет на кожу. А плацентарный гель, он как бы помогает мне восстановить мою кожу после вот такого на нее воздействия. Работает он, девочки, прекрасно. Я его вообще купила первым до третинаина. Опять же, по рекомендации. У меня знакомая, она вообще помешана на вот таких интересных разных уходовых продуктах. Она прям настояла, чтобы я приобрела. Да, я, честно говоря, с такой какой-то вот, ну, опаской, что ли, начинала наносить. Но потом я посмотрела, что, в принципе, очень неплохой эффект, опять же, даже от одного этого геля был у меня на лице. Что меня порадовало? Он очень, знаете, как вам сказать, возвращает здоровый цвет лицом. И такой лифтинг оказывает. Прям моментальный лифтинг. Я не знаю, как он заполняет морщинки или что. То есть, вот как будто бы полтора часа человек гулял на... Вот я когда на себя смотрела, после применения этого геля, значит, как будто бы я в лесу где-то гуляла часа полтора-два. То есть, такой свежий, здоровый цвет лица. И даже морщины менее заметны. Так вот, он, я его наносила и на область под глаза. Он прекрасно, кстати, еще борется и с отечностью. Вот, значит, вот эти два крема я не могла вам о них не рассказать. Значит, в тандеме они у меня работают прекрасно. Я теперь даже не понимаю, какой из них работает лучше, потому что этот работал тоже неплохо один. Ну, а с этим просто в разы как-то пошло все круче и быстрее. То есть, плотность кожи, качество кожи действительно у меня меняется в лучшую сторону. Я это замечаю. Как я применяю, я уже объяснила. Я вот третинаин наношу сейчас четыре раза в неделю. А плацентарный гель я наношу с утра. Мне хватает. То есть, я вот третинаин наношу вечером. Больше я сверху ничем его не закрываю. Хотя я знаю, что некоторые закрывают, увлажняют еще дальше лицо. Это, в принципе, не возбраняется. Но мне хватает, в принципе, третинаина. У меня как-то кожа сейчас чувствует уже себя благополучно. Нет ни стянутости, ни сухости. Я не хочу ничем ее закрывать. Такой необходимости у меня не возникает. То есть, я наношу и оставляю на ночь. А утром я наношу вот плацентарный гель и также ничем его не закрываю. Мне также хватает и увлажнения всего. Если кожа очень сухая, то, возможно, конечно, вам захочется чем-то закрыть. И это можно сделать сывороткой или кремом. Пожалуйста. А в те дни и вечером, когда я не наношу третинаин, я наношу свой текущий уход обычный. Вот и все. Вот, дорогие мои, познакомила я вас вот с такими двумя чудесными индийскими кремиками. Ссылочки на описание этих кремов я вам оставлю просто чисто для ознакомления. Поэтому, если вы сейчас находитесь в поисках хорошей, эффективной антивозрастной косметики, я рекомендую присмотритесь. Значит, для плацентарного геля, пожалуй, вообще нет никаких препятствий ни у кого. Ну, кроме если индивидуальной непереносимости. Ну, мне кажется, такое просто невозможно. Значит, по поводу третинаина, конечно, девочки, здесь надо пробовать. Смотрите, если у вас очень чувствительная и очень сухая кожа, значит, с осторожностью. Если кожа нормальна или склонна к жирности, можете совершенно смело попробовать. Все. Надеюсь, видео для вас было информативно. Спасибо большое, что вы меня сегодня посмотрели. Я с вами прощаюсь, правда, ненадолго. До скорых встреч. Пока-пока. Пока-пока.